здравствуйте дорогие друзья продолжаем наши банановые рецепты банановую песню народная медицина рекомендует съедать за завтраком 1-2 банана для борьбы с депрессией мы об этом уже говорили кстати для лечения кашля следует очистить от кожуры размять вилкой один банан который затем залить стакана кипятка с половиной чайной ложки мед перемешать настоять 30 минут при закрытой крышке и принимать смесь теплый каждые два часа по пол чашки другой рецепт настойки от кашля он содержится в рецептуре кожуру тоже ее необходимо промыть под проточной водой мелко нарезать залить литров молока полученную смесь довести до кипения и варить на медленном огне четверть часа затем процедить добавить столовую ложку меда после остывания употреблять полученную настойку теплой по пол стакана с интервалом в 1-2 часа полезные свойства из банановой кожуры можно получить также употребляя банановый чай что для этого надо 1 спелый банан 1 литра фильтрованной воды последовательность приготовления довести воду до кипения отрезать жесткие края банана и опустить его в кипящую воду оставить на медленном огне на 10 минут лить воду через дуршлаг кружку можно добавить корицу для аромата но это уже по желанию кстати не рекомендуется употреблять банановый чай большом количестве поскольку это может привести к расстройству желудка и тошноти рецепт полезного общеукрепляющего бананового кваса то же самое на кожуре важный момент здесь это другие составляющие кроме кожуры которые кладут в вас во время приготовления среди них чайная заварка насыщающая раствор цветом сухари апельсиновые корки лимонные корки ну вот один из рецептов бананового кваса широко известен для ваших мастерах вас готовится вместе со сметаной да да вы не ослышались со сметаной жирностью не более 15 процентов что понадобится кожура от бананов 4 штуки цвета на жирность 15 процентов не больше 2 чайные ложки сахарный песок 1 стакан очищенная питьевая вода 3 литра кожуру пробывает водой режут на мелкие кусочки все нарезанные кусочки банановой кожуры вкладывается заранее подготовленный кусок марли завязываются в этой марли и кладется на дно стеклянной банки сметану разводят в небольшом количестве воды и заливают банку после чего туда засыпают сахарный песок всю массу заливают водой после чего горлышко банки накрывают марлевой салфеткой которая сложена в трое и ставят в темное место в комнатной температуре настаивается 21 день в течение которых надо не забывать появляющиеся плесень снимать ложечкой по истечении срока готовый квас процедить и охладить после чего впадать в столу еще один рецепт бананового кваса питьевая вода 2,5 литра бананы 1,5 кг дрожжи если свежие 15 грамм если сухие 1 столовая ложка этапы приготовления бананы нарезать ломтиками и слегка размять вилкой в остывшей кипяченой воде растворить дрожжи для сладости по желанию можно положить 100 грамм сахара в воду в которую растворены дрожжи кладут размятые бананы но следует учитывать что емкость не должна быть наполнена массой больше чем на две трети чтобы придать квасу приятный цвет в него можно добавить 1 чайную ложку растворимого кофе емкость накрыть марлей или тканью и поместить в теплое место сроком на 24 часа через сутки раствор процедить через сложенную в несколько раз марлю 2-3 раза после чего разлить по бутылкам и ставят бутылки для настаивания охлаждения в холодильник или погреб на два дня готовый квас получается вкусным цикорезким ароматным и освежающим особенно в жаркую летнюю погоду что еще можно сделать из банана настойку наливку ликер пиво самогон вино извините не могу предложить и не предлагаю всем вам доброго будьте здоровы и счастливы дождь 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 дождь